Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам о моей подруге Монике, которая всегда принимает меня в качестве гостя в Лондоне, если я еду туда по туристической визе. Она из Словакии. Познакомились мы абсолютно случайно на сайте ГАМ-3, где я искала русскоязычных друзей. И после того, как мои поиски не увенчались успехом, я стала искать англоязычных друзей и дала такое объявление, что looking for friends. И вот она мне как-то написала, мы немножечко поболтали, потом стали друзьями в Фейсбуке и как-то на этом наше общение сошло на нет. Реальными друзьями мы с ней стали в тот момент, когда я училась на втором курсе моего первого университета на бакалавре digital film и видео. То есть мне надо было создать некое такое collaboration с каким-нибудь другим художником. То есть найти человека, который что-либо может сделать для фильма. Либо написать песню, либо сделать декорации. Ну, в общем, что-то, создать какой-то проект вместе с кем-то. И этот кто-то обязательно должен быть вне университета, то есть не с одноклассниками. В тот момент я подумала, о, это был март. И как раз в марте проходил такой русский фестиваль балета. Russian Ballet Icons называется. Я связалась с ними, попросила аккредитацию и как бы думала, сниму концерт артистов балета и сделаю такой ролик. Ну, как я всегда обычно делала в качестве прессы, меня аккредитовали на это мероприятие. И так получилось, что вот именно в тот год, когда мне нужно было сделать этот проект, меня не аккредитовали. И мне пришлось искать кого-то другого. И вот как раз в тот момент я вспомнила о Монике, потому что она писала, что она певица, которая сама пишет песни, а также исполняет их. Как раз в тот момент мне стало известно, как снимать клипы. И я решила, почему бы нам не снять с ней вместе клип на какую-либо из ее песен. А писала ей, что у меня есть такая задача. И говорю, давай встретимся, может быть я для тебя сниму клип. А она говорит, давай. И в итоге наш проект получился моей финальной работой. Мы сняли для нее клип. Мы наняли еще и актеров для этого клипа и создали некую такую картинку гламура и романтик-сторий. Ну, как это получилось, как все это мы снимали, я буду рассказывать отдельно. Я уже рассказываю про какие-то свои университетские проекты и про съемки фильмов, и про съемки клипов. А с Моникой с тех пор мы стали дружить, часто общаться, часто встречаться, гулять по паркам. И также продолжали снимать фильмы. То есть я ей снимаю клипы, она предлагает мне пожить у нее. И вот так вот мы с ней сняли, по-моему, около трех клипов уже. Один из которых был на Майорке. Мы уже даже вместе путешествовали в Испанию. Там прекрасно проводили время. С ее другой подружкой. Об этом я тоже буду рассказывать. В общем, было очень здорово, весело и интересно. И до сих пор Моника считается у меня одной из лучших подруг в Лондоне. И причем это не русскоязычная подруга. Мы с ней общаемся только на английском языке. Она не только певица, конечно же, как и все лондонцы, как и все англичане. У каждого есть своя какая-то идея фикс стать артистом, стать певцом, стать дизайнером модной одежды. Но в то время, пока ты идешь к этой цели, ты должен как-то выживать в Лондоне. Поэтому она занимается бухгалтерией, то есть она аккаунтер, которая помогает людям сводить счета. Особенно для налоговой это очень полезное дело. Поэтому вот за счет этого она живет, а творчеством она занимается в свое свободное время. Ну и я как могу ей помогаю. Часто мы ходили на ее небольшие такие концерты, которые она планировала заранее в пабах, где она выступала, пела, а я снимала ее в это время. Также она является очень таким строгим веганом. Она не ест животную пищу, она не уважает людей, которые едят животных. Ну я когда живу у нее, конечно, стараюсь не есть ничего такого из животного, но иногда бывает в комнате запрусь и что-нибудь там под шумок, поем колбасы. Но она, конечно, это понимает, что человек, который привык есть мясо, сложно отучиться. Но в последнее время я стала меньше мяса есть. Поэтому сейчас вот я живу в Монике и стараюсь при ней ничего такого не есть. Ну и в принципе не так уж и надо мне. В последнее время она увлеклась спортом, стала худеть. Похудела очень сильно, прямо на моих глазах испарилась. Занимается бегом, занимается в тренажерном зале. Очень ей это нравится, не то что мне. Бегает в марафоны. Она стала бегать в марафоны при мне, где-то года два назад начала. И вот сейчас, в этом году, бежит два марафона и готовится к главному лондонскому марафону тоже. Также у нее есть питомцы, собака Рони. Это порода Джек Рассел. Я с ним как-то оставалась, когда она со своим партнером уезжали отдыхать куда-то там, на Испанию или куда-то. И оставалось следить за Рони в течение недели. Мы с ним стали хорошими друзьями. Он меня... Он вообще не всех принимает людей. Может укусить. Поэтому Джек Расселы, они, конечно, такие свободолюбивые. И могут цапнуть человека. С собаками он прекрасно. Вот когда заносишь руку над ним, он может зарычать и даже цапнуть. Нельзя в него тыкать пальцем или заносить над его головой руку. Он... Ну, какая-то у него фобия появилась, что типа его будут бить или что-то. А так он вообще очень классный парень. Бегает за мячиком в парке постоянно туда-сюда, туда-сюда и вообще без тормозов. Носится как угорелый и не выдыхается. То есть собака-энергайзер. Еще у нее есть рыбки в аквариуме, которые живут на первом этаже. Мне их тоже приходилось кормить в определенной пропорции, в определенное время. Включать им свет, выключать свет на этот этаж. Также была такая интересная жизнь в Хакне у меня, когда они уезжали. Мне было интересно заниматься собакой, рыбками и джобболс. Не знаю, как это переводится на русский. В общем, у нее живут такие мышки с ушками. Ну, что там среднее между хомячком и крысой, что ли? Такой длинный хвостик и на конце пушинка. Я не знаю, как это по-русски. Какая-то порода я таких в России не видела. И вот они тоже у нее бегают днем. Клетки в такой огромной, большой она купила для них. Бегают, смотрят, нюхают, к окошку подбегают, смотрят на тебя. Такие колесо крутят. Часто спят. Иногда их даже не найти, не слышно, не видно. Но как-то вот такая вот живность у Моники существует. Также она занимается проектом новых музыкантов в Лондоне. То есть она собирает некую такую группу и старается тоже сделать некие коллаборейшн с другими музыкантами. Мюзишнс. Организовывает какие-то концерты сборные такие, чтобы вместе с этими другими, неизвестными пока музыкантами, сделать какой-то совместный проект. Если вас интересует ее творчество и вам интересно, как она поет и где происходят ее концерты, заходите на ее канал, подписывайтесь и лайкайте ее песни. Песня, кстати, очень интересная и голос мне нравится. У нее голос такой насыщенный, яркий и сильный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поет она классно, поэтому мы с ней как-то вот сошлись в плане музыцирования, потому что я тоже музыкальное училище оканчивала. И мне стало интересно, как человек, не зная вообще нотной грамоты, так хорошо оперирует голосом, так интересно и красиво создает музыку. Музыку, конечно, она создает в компьютере, она не знает, как играть на фортепиано, но, тем не менее, получаются великолепные песни, на которые я снимаю клипы иногда. Ну вот, как-то так пока вот о Монике. Будут какие-то у нас новые интересные фишки и события. Буду рассказывать. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Продолжение следует...